Дрифтинг Мы постарались показать зрителям все те автомобили, которые стали любимцами героев в различных эпизодах фильма. Конечно, мы сумели пригнать лишь некоторые идентичные модели, но разве каждый день мы можем поближе познакомиться с американскими маслкарами или заглянуть под капот Dodge Charger? В Эстонии уже имеется самый быстрый маслкар этого года выпуска и самый быстрый пикап. Мы всегда стараемся привозить в нашу страну именно аналоги автомобилей, знакомых фанатам по фильмам. Дрифтеры из Эстонии также вчера показали свои автомобили и рассказали о своем увлечении. Как оказалось, не так много молодых людей в нашей стране готовы тратить на экстремальное увлечение все свои средства. Но это хорошо получается у Александра, который тратит на увлечение все свои доходы. Скажем так, в эстонских кругах это гораздо больше, чем в русских. Где-то в среднем сейчас около 60 человек принимают участие в общей сложности. Там три класса разных, профессиональный, полупрофессиональный и прям совсем такой уличный для всяких таких хулиганов. Как считают поклонники фильма, именно серия «Форсаж» и послужила более активному развитию автоспорта не только в Эстонии, но и по всему миру. А особенно дрифта. Стоит отметить, что особо рисковые парни могли даже попробовать себя в роли главного героя. А именно перед показом фильма в фойе кинотеатра фанатам предлагали сделать себе прическу Вин Дизеля, то есть обриться наголо. Словом, всем кинофанам точно было весело подрёв маслкаров и жужжание машинки для стрижки волос. Екатерина Плехова, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.